Первое, это то, что у меня уникальное, я не могу сказать счастливое в данном случае, но уникальная возможность говорить сразу от имени российских адвокатов и украинских адвокатов. Поскольку я включил на реестр адвокатов Украины, они дали, как сегодня утром, я был в Праге, где у нас завершился большой семинар, на котором был весь свет современной российской адвокатуры. Был наш мэтр, наш старшина цеха Генри Резник, как Карина Москаленко, Вадим Клюгант. Это все люди, которых очень уважают в нашей среде. И мы все сегодняшнее утро обсуждали эту новость. И там не было ни одного человека, который сказал бы, что это нас не касается. Это другая страна, это другие законы. Все считают, что Юрий Гробовский, наш коллега, что мы абсолютно солидарны с адвокатами Украины, что мы разделяем их потерю, потому что, когда адвоката убивают, я не утверждаю, что убили из-за этого дела, у меня нет таких оснований, но убивают адвоката, который вел крайне острое, крайне горячее и опасное дело, который на себе испытывал, что такое быть чужим среди своих, что такое защищать человека, который в глазах общества заслуженно или не заслуженно является врагом, и когда на адвоката переносится это клеймо защитника и пособника врага. Мы с вами солидарны, коллеги, мы скорбим вместе с вами. Это первое. Второе. Меня спрашивают, как убийство Юрия повлияет или может повлиять на дело Надежды Савченко и на дело другие дела. В том случае, если по итогам переговоров форматом освобождения Надежды будет избран действительно формат обмена ее на Александрова и Ерофеева, очевидно, что необходимая смена состава защиты в этом процессе, в процессе Александрова и Ерофеева здесь, в Украине, может оттянуть срок, когда о нем будет вынесен приговор и послужить препятствием затяжкой по времени вот этого обмена. Это первая опасность. Вторая. Мы с коллегами... Возможно, и первая причина этой смерти. Я не хочу спекуляций. Давайте подождем хотя бы первых проверенных данных на этот счет. Я хочу сказать, что мы с коллегами тоже постоянно получаем угрозы. Это нормально, это часть нашей работы. Вы получаете угрозы где? Конечно. Ну, в первую очередь, в соцсетях. Понятно, что это нужно все делить на 8. Мы никогда не говорили об этом всерьез, но теперь, может быть, серьезнее отнесемся к этой ситуации, потому что, к сожалению, люди, которые имеют возможность в России такого рода угрозу реализовать, я боюсь, что их понимание того, что такое обратка, что такое «вы нам, мы нам, мы вам» находится как раз на таком уровне, чтобы посчитать, что убийство адвоката российского военного в Украине это повод что-то подпринять по поводу защиты Надежды Савченко. Это... Я не хочу кричать волки. Я не хочу быть темальчиком, который кричал волки и потерял в результате доверие. Но мы, конечно, будем вынуждены всерьез задуматься о том, что в этой связи может угрожать нам, я и мои коллеги.